Сергей, день добрый. Добрый день, Андрей. Близи 1 сентября, начало учебного года. В Ашане уже купил тетрадочку такую, до записи умных мыслей Сергея Дроздова. Открываем и будем записывать. Начать надо вот с чего. Провел опрос на моем платном канале, что людей интересует. Больше всего интересуют акции, на втором месте валюта, на третье облигации. Золото интересует и самая последняя недвижка. Так что предлагаю начать с акции валют, раз это интересует больше всего. Наверное, с валюты начнем, да, Сережа? Да, но Центробанк все-таки предпринял определенные меры и рубль пошел укрепляться у нас, ну, наконец-то, да, потому что все-таки, конечно, 100 плюс при всех даже открытых ранее позиций, которые тоже принесли прибыль, да, но это было грустно. Прибыль можно... Прибыль приносит радость от акций, наверное, больше, чем от валюты. Но и от валюты она принесет радость, если все-таки со временем курс у нас уйдет ниже 90. Вот очень бы хотелось бы на это надеяться. Но пока мы до 90 не дошли, по паре доллар-рубль есть у нас уровни 90-90-70, и это вот определенный такой рубеж поддержки. Ну, посмотрим, каким новостным фоном это все дальше у нас, какой новостной фон будет, да, и сможем ли мы вообще пройти этот уровень. Вообще, по идее, если у нас наверху хотят стабилизировать, да, ситуацию, как, в первую очередь, конечно же, экономическую, со временем этот уровень нужно проходить. Но у нас все делается немножечко с лагом, да, скажем так, с определенным. Поэтому учитывать какие-то моменты в монетарной политике нашего финансового блока тоже нужно. Так что вот такая вот история у нас пока с рублем. Ну, в понедельник я продал половину долларов наличных, которые были, которые покупались еще с прошлого года. По 98, да? 98,5, да. Ну, конечно, в понедельник для начала этот курс был повыше, но пока бежишь с мешком, да, за плечами, естественно, дураков-то на рынке нет, все видят реакцию, и, естественно, курс становится ниже. Но это было правильное решение для любителей говорить опять, что кто-то что-то сказал задним числом. В прошлых видео мы с тобой обсуждали. Следите за новостями, ждите действий Центробанка. Ну, вот я следил за новостями, как только они рассказали нам про неочередное заседание, для меня это было определенным сигналом. Ну, на данный момент я уже как бы прав, да? А прав ли я буду на более длинном горизонте, покажет время. Ну, в любом случае, вот эта вот позиция, она принесла где-то, ну, около плюс-минус, если там среднюю брать. Покупки были в диапазоне сначала 60-65, это весь там прошлый год, ну, не весь, а начиная там с сентября где-то с августа. И крайнюю покупку я делал по 76-10, перед этим продав бедналичный юань, который тот же мы покупали еще в прошлом сентябре. Так что, ну, пока расстраиваться нечем, даже можно порадоваться, но такие скачки валютного курса при прочих равных, да, при плюсах там на счете, они, конечно, радости не приносят, потому что все это транслируется в цены, естественно, и, ну, поживем-увидим. И я много раз говорил, ну, и ты тоже об этом рассказывал, о том, что важен торговый момент, ну, и все нужно делать вовремя. И когда были вопросы, а вот надо ли покупать, когда там курс был там 90+, ну, возможно, и надо, да, запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, тут уже каждый решает сам. Но я предпочитаю, как бы, делать все заранее. И на YouTube-канале, на моем, у меня есть очень много роликов на эту тему, и, кстати, и про Газпром. Когда был хайп в Газпроме, что нужно там покупать, ну, в общем-то, я рассказывал, что с Газпромом, к сожалению, у нас все. И пользуйтесь случаем продавать его на каких-то там всплесках, на каких-то новостях. Так что, вот так, половина налички продана. Смотрим, что будет дальше, какие будут вводные. И в проекции этих вводных будем предпринимать какие-то новые действия. То есть мы ориентируемся на новостной фонд сейчас? Ну, плюс-минус, конечно. Понятно. А я такой маньяк, что я стараюсь избавляться от валюты, в принципе. Ну, бывает на рынке моменты перегибов, да, это на рынке акций, ну, в любых активах, спекулятивных инструментах. И как раз на моментах этих, моменты таких перегибов, ну, как правило, это хорошие либо точки входа, да. Вот как в прошлом году, когда там рубль загнали на 50 рублей почти. Вот. И что самое интересное в комментариях, когда у 50, многие писали про 35, а теперь, когда рубль превысил там сотку, начали писать про 150, про 200. Да и даже и даже про 500. Я когда, я тебе скажу честно, вот это самое, когда я покупал там Сбербанк или валюту там по 50, писал там в моем канале, все говорят, зря, будет 45, Андреев. Потом я вот недавно шортил, шортил, да, Юань шортил там, ну, спекулятивно чуть-чуть, да, на срочке. Зря шортишь. Потом я на этой неделе ВТБ купил. Зря покупаешь. Ну, что слушать? Это моя ответственность, а не ваша ответственность. Согласен с тобой. Значит, теперь, давай перейдем к фондному рынку, раз это всех интересует. Фондному рынку, он вообще может отвязаться от валютного курса? Ну, вполне возможно. Просто если действительно последний, наверное, где-то месяц, но около того, да, наш рынок за счет в основном акций экспортеров, он шел наверх, благодаря там в том числе девальвации рубля. Соответственно, если курс уйдет там ниже 90, ну, и с учетом, да, ключевой процентной ставки, которая у нас сейчас 12, да, процентов, ну, возможно, пойдет переоценка. Но перед этим, вот если мы смотрим, как закрылся рынок в пятницу, создается такое впечатление, ну, и не то, что даже впечатление, а предпосылки чисто с точки зрения технического анализа, к тому, что мы, по крайней мере, там в понедельник можем еще и подрасти. Ну, если там крайне негативного не будет, какого-то внешнего фона. Можем подрасти, ты считаешь, да? Ну, вот я пока... Закрытие, по закрытию, ну, по крайней мере, так. Да, у меня есть, как бы, сценарий коррекции. Я тебе уже говорил, что будет светить яркое солнце. Будут шикарные новости, а рынок внезапно упадет, просто потому, что все купили. Ну, вполне ведь такое может быть. И рынок, кстати, последние несколько дней, когда шел отскок, там два дня, точнее, нет, когда снижался индекс Мосбиржи, самое интересное, что, допустим, те же компании черной металлургии, там появились сигналы локальные на продажу, они их начали отрабатывать, а в акциях нефтегазовых компаний даже и такого момента не было. То есть, тот же Лукоил, он даже и не смог пройти уровень 6 тысяч вниз. Вот это вот, да, интересная история. Но, опять же, раз уж у нас так раздули эту курс историю там с девальвацией, аналогичная история, ситуация была в 2014 году. Девал, девал, там все кричали, девал. Рубль снижался, а российский рынок рос. Вот, ну, теперь смотрим на рубль. Многим сейчас может, конечно, показаться, что, ну вот, курс-то вроде укрепляется, экспортеры-то не падают, ну, все может вполне поменяться. Насчет корреляции песни есть у Владимира Семеновича Высоцкого. Все коридоры кончаются стенкой, все корреляции кончаются раскорреляцией. Ну, корреляция – это штука такая, она работает на каком-то временном отрезке. Ну, а потом она уходит. Есть какие-то уровни по индексу Московской биржи, вот ниже которых вот все, все пропало? Ну, про все пропало 2,600. Вот ниже 2,600, 2,600 плюс, да, можно будет начинать говорить про все пропало. Но до 2,600 еще очень и очень далеко. И, наверное, до 2,600 мы, либо это какая-то очередная геополитическая негативная новость, можем туда, да, резко сходить. Но без геополитики, по ощущениям, по крайней мере, пока, да, ну, как-то видится это маловероятно. Ну, все может измениться. Первые цели, да, такие, ну, скажем так, без экстремизма, это в район 2,930, ну, вполне мы можем по индексу Московской биржи сходить. Вот, а там нужно уже будет смотреть, как будет, каким новостным фоном будет это все сопровождаться. Ну, пока мы и туда даже не дошли, поэтому об этом пока рано говорить. Пока, как я уже сказал, есть предпосылки для того, чтобы мы, ну, как минимум там в понедельник могли еще продолжить отскок. Я думаю, 2060. А как ты считаешь коррекции? Ты считаешь 100%, 25% и 75%, либо ты считаешь по Фибоначчи коррекции? Нет, я на Фибоначчи вообще не смотрю. У меня свои приборы, я смотрю по ним. Ну, первое, да, для начала, точнее, для повтора какого-то снижения для предпосылок, теперь снова нам нужно проходить уровень 3080 вниз и четко под ним закрепляться. Это вот будет первым таким намеком на то, что появились вероятности вот сходить как раз в сторону 2,930. Понятно. Раз уж ты затронул тему нефтянки и лукойла, который не хочет падать, ну, не хочет падать, да? Может, мы поговорим немножко про нефтяночку, вот про нефтегазовый сектор, а, наверное, лучше всего начать с нефти. Вот что ты думаешь, может быть, по нефти? По нефти в конце весны, в мае, там, июне у меня был прогноз о том, что в летний период она подрастет. Цена на нефть – это сезонный фактор, как правило. Ну, и мы видим, подросла. Подросла, да. Сейчас нужно разбираться, потому что на американском рынке не очень хорошая ситуация складывается, а нефть, она в большинстве случаев ходит еще за динамикой, ну, того же S&P 500. А в S&P 500 две недели тому назад появился сигнал на продажу, который они сейчас отрабатывают. Там падение без, опять же, каких-то негативных триггеров новостных не видится сильно большим. Первая цель по S&P 500 внизу находится на уровне 4200. Вот пока они потихонечку туда идут. И там будет решаться уже вопрос о том, будет ли отскок с того уровня, либо они его пробивают, и тогда будет ускорение, снижение. Ну, и, соответственно, если американцы плавненько идут вниз, это будет тоже создавать определенное давление на нефть. Ну, в лучшем случае. Она не будет расти, а в худшем случае может и продолжить переректироваться. Сменим тему. Сергей, а у тебя бывают такие люди, которые говорят, вот, Сергей, у тебя уже есть канал, зачем ты выступаешь у Верникова? Потому что все, что ты хочешь сказать, ты можешь сказать на своем канале. Да нет, не видел таких комментариев. Не видел комментариев. Ну, давайте поговорим про золото, если ты не против. Понимаешь, почему поговорим про золото? Золото, биткоин, как-то связаны ситуацией с Китаем, а в Китае не все сейчас цветет и пахнет. Ну, на мой взгляд, динамика золота, опять же, связана с динамикой американского рынка акций. Пока вот корреляция такая. То есть, снижается американский рынок потихонечку, снижается, ну, идет давление на золото, да? Плюс ко всему, потому что идет снижение американского рынка акций, растет американский доллар, да? Чем выше стоимость доллара, тем, ну, вот так вот. Здесь вот такие параллели можно провести. Но я не думаю, что будет обвал, да, золото, там, а-ля прошлый год. Может, конечно быть, если такое случится, это будет очередной неплохой момент для входа, вот для любителей золота. А для россиян, да, которые хотят купить золото, ввиду ослабления курса рубля, да, повторилась ситуация, ну, практически, февраля-марта 22-го года. То есть, золото в рублях стало стоить очень дорого. И покупать на тех уровнях, когда там 100, 100+, 98, 95, ну, наверное, не совсем правильное было решение. Вот. Всегда, ну, не нужно торопиться, потому что золото – это все-таки такой актив, который вам принесет прибыль, там, на горизонте. Ну, вот если с прошлого года, конечно, за год прибыль принесло, да, те, кто покупал на курсе 50, там, 60, 65, то сейчас ситуация немножко другая. И вот покупать вот золото, когда рубль чересчур слаб, на мой взгляд, не совсем правильная тема. Ну, если вы хотите заработать, ну, условно говоря, через месяц, там, через два. Вот. Золото – это долгосрочная тема. И в основном она на российском рынке, безусловно, конечно, связана в будущем, да, с слабым курсом нашей российской национальной валюты. Но, с другой стороны, проще купить, наверное, ну, это раньше так было, проще было купить доллар, там, чем золото. Понятно, что в текущих условиях, когда доллар приходится покупать либо в наличной форме, да, либо генерить его там на счетах зарубежных банков, ну, золото, да, вроде как альтернатива. Ну, просто это не очень удобный инструмент, да, для, там, конвертации в рубли, опять же, да, если это понадобится, особенно сливки. Сергей, я бы купил золото, может быть, на просадке, но все деньги ушли на ВТБ, на покупку на этой неделе. Что ты думаешь по поводу ВТБ? Ну, все идет в рамках прошлогодней прогнозной линии, то, что первые цели будут в районе 0,028, это самый лайтовый вариант, ну, а дальше 3 копейки, ну, и даже, может быть, повыше. Пока так. Ниткая база работает, банк поднимается с колен, генерит прибыль, и я рассказывал, что в какой-то момент там могут быть неплохие движения наверх. Но вот при прочих равных покупать ли кому-то, да, акции банка или нет, тут уже каждый решает сам. Ну, на этой неделе очень хорошо показалась Московская биржа, и если вообще посмотреть индекс финансового сектора, то он чуть-чуть стал обгонять индекс Московской биржи. Да, Мосбиржа, да, действительно выросла, прям ралли неплохое. Ну, опять же, идет спекулятивная игра на то, что Центробанк повысил ключевую процентную ставку, значит, и комиссии на Московской бирже будут выше, значит, она будет больше зарабатывать и так далее, и так далее, и так далее. Но вот такая вот история. У меня, кстати, я подумал, я не покупал Московскую биржу, потому что я подумал, у меня и Сбербанк, и СТВТБ, большой перекос в портфеле в сторону финансового сектора. Надо же что-то разнообразить в нашем меню, правильно, финансовое? Ну, логично, у меня тоже не было, я не покупал акции Мосбиржи. Хотя раньше говорят, что входит, ну, он и входит в любимый, но денег нет. Всегда, когда деньги появляются, ну, что-то ограничено, можно либо то купить, либо все купить, да? Просто фишка в том, что когда на рынке случается хорошая коррекция, да, но ты же пытаешься выбрать то, что получше и понадежнее. И, соответственно, акции Мосбиржи в такой ситуации уходят всегда на второй план. То есть это не топ-1, прям для покупки на каких-то обвалах рынка. На обвалах рынка в первую очередь покупают там первые эшелоны, покупают экспортеров, тот же Лукоил, Сбербанк, там, Роснефть, ну, и так далее, и так далее, и так далее. А это потом уже такая идет игра, когда проходит бумага, какие-то цена бумаги, какие-то технические уровни идут, сигналы на покупку, вот тогда начинаются там спекуляции на эту тему. Хорошо. Что ты думаешь по поводу акции Новотека? Ну, по Новотеку, знаешь, ощущение вот двоякие. Там есть определенные моменты и за, и против, ну, наверное, конечно, больше за. У Новотека не такая уж большая дивидендная доходность, она исторически такой была. Но, с другой стороны, Новотека относится к влиянию тех бумаг, где все-таки компания пытается по мере возможностей поддерживать свою капитализацию вербальными заявлениями, какими-то действиями. Ну, понятно, да, то, что бенефициары хотят плюс-минус еще и на этом зарабатывать. Кстати, Лукоил входит в эту же плеяду, но вот Роснефть не входит, Газпром вообще никогда не входил. То есть там был всегда барабан на капитализацию, на акционеров и как-то вот так. А эти бумаги вот за счет того, что за счет действий мажоритариев, ну, они, да, подрастают. Плюс ко всему прочему, конечно, не только из-за этого, но тем не менее. Понятно. У меня есть акции Новотека, там плюс 65%, 63%, только что посмотрел. Только их не очень много. У меня больше всего Сбербанка и Полюс, а Новотека мало. Ну, поэтому я спросил тебя, что дальше делать, ждать коррекцию на 1350 или не ждать? Именно по Новотеку. Ну, опять же, Новотек просто, как и большинство, наверное, бумаг идет, да, в русле тенденции общего рынка. Был откат на рынке, откат в Новотеке прошел. Ну, вот если сценарий с походом куда-нибудь в район 2,930 реализуется по общему рынку, да, по индексу Мосбиржи, вот нужно посмотреть, где тогда будет Новотек. И покупать ли его там или не покупать, каждый решит уже сам. В принципе, как бы, ну, бумага неплохая. Артем Сергеевич... Ну, каким компаниям отдать предпочтение, да, ну, каждый уже решит сам, исходя из своего понимания, что там лучше. Ну, однозначно, я так понимаю, на каком-то коррекционном снижении многие купят Сбербанк. Если только не все там купят, да, купят, да, кто как. Я тоже буду докупать. Возможно, что если Новотек... Ну, которая... Тебя интересно, 180 интересует, 160? Нет, 180-160 без геополитического негатива, про эти уровни можно забыть. Для этого нужен только геополитический негатив. Вот, и для начала у нас там по Сберу есть уровень очень близкий, и, кстати, до него даже и не дошли. Это уровень района 250 рублей. Вот, а Новотек, если покажет какую-то опережающую динамику, да, в снижении, будет, ну, как бы, выглядеть интересно. Ну, почему бы нет? То есть бумага неплохая, в портфеле ее можно брать. Вопрос только с каких уровней. Сбербанк, хорошо. То есть Сбербанк – это самая интересная акция в случае коррекции, да? А Катя, Артем Сергеевич Штузов, которого ты отлично знаешь, раньше говорил, что будет коррекция 15%, а сейчас говорит, что боится, что будет значительно больше 15%. Ну, повторю свое мнение, значительно больше может быть только на геополитике. Без геополитики про 20%, наверное, речи сейчас быть не может. А может быть на хороших новостях? Вот, допустим, смотри, не позднее 15 или 17 декабря будет объявлено о выборах. Ну, по закону так положено, да? В октябре-ноябре Путин может заявить о том, что идет на выборы. Скажет о победе в СВО, задачи достигнуты. А потом не может так оказаться, что он скажет, что задачи достигнуты, а рынок все это время рос. Рос, и по факту мы увидим, наоборот, снижение. Но если к этому времени рынок сильно будет задран, можем увидеть снижение. Можем увидеть снижение. Но пока все эти истории, они как бы не отыграны в полной мере. Безусловно, то, что перспективные какие-то, правда, по времени никто об этом не сможет сказать, какие-то мирные договоренности, частичное снятие санкций. Безусловно, это приведет к всплеску бумаг. И есть такая еще история, как в Санкт-Петербургской бирже есть такая бумажка. Там почему нет, допустим, продолжения какого-то отскока с самых низов? Ну, по понятным причинам. Целая куча санкций и так далее. Ну, вот если произойдет снятие частичных санкций, и, допустим, у Санкт-Петербургской биржи жизнь потихонечку наладится, там иксы. Там просто иксы. Но эти иксы, они как бы в какой-то очень дальней перспективе. И эти иксы заработает тот, кто, допустим, не побоялся вложить деньги под как раз-таки мирные договоренности, под снятие санкций. И у него временной горизонт, ну, как минимум, я не знаю, там, 2-3 года. Обычно побежденный выплачивает репарации. Если Запад насчет нам выплачивать репарации, то будут уже иксы, помноженные иксы. — Никаких репараций ни с одной, ни с другой стороны не будет, поэтому... — Запад не будет побежденным? Что выплачивать? — Каким побежденным? — Нет, ну, Запад побежденный, Запад нам ничего не будет платить? Будет ни трофеев военных, ни репараций? — Нет, конечно. Они же не считают себя стороной конфликта, и напрямую это... Мы с ними не воюем, поэтому какие репарации, о чем здесь вообще разговор? — Хорошо. Мы не воюем. Насчет полюса. Ну, полюса мы с тобой уже обсосали со всех сторон. А люди спрашивают, а почему вы не говорите про полиметалл? — Полиметалл, когда откроются торги на московской бирже, ну, есть неплохая вероятность того, что он откроется лепом вверх. Насколько большим, ну, естественно, я сказать не могу. Но там целый ряд позитивных предпосылок для этого присутствует. — Сергей, вот оригинально у меня вопрос созрел. Как подписчики твоего канала меняются у них интересы? Сейчас вот самые интересные фишки какие? — Слушай, ну, в основном, что на хайпе, да, что на мейнстриме, то и спрашивают и покупают там, либо продают. Ну, вот была ситуация с рублем. Конечно, фокус, внимание сместился, да, на курс рубля. Бур, допустим, там начнет расти Сбер, ну, люди начнут, как бы, покупать и спрашивать про Сбер. Ну, к примеру, да? Ну, в основном вот так. — Тебе нравится моя новая камера? — Ну, я же ее не вижу. — Нет, вот... — По картинке? — Да, я по шару тебе сказал, что я теперь буду с другой камерой. — Ну, сейчас-то, пока мы с тобой ведем такой репортаж, я бы не сказал, что там что-то сильно заметно. Это же надо смотреть, когда... — Надо, надо, надо. Надо, может, еще лучше, может, еще по ключу купить камеру. Как ты считаешь? — Не знаю, это уж решать. Ну, вот спроси у подписчиков своего YouTube-канала, нужна ли там лучшая камера. — Вложиться в камеру. — Им будет виднее. — Вложиться в камеру. Мне нравится, понимаешь, иногда просто опостыло. Там смартфон или камера. Иногда просто есть такая усталость эмоциональная. Хочется просто взять девайс, выкинуть и новую купить. Ну, просто так вот, чтобы снять усталость какую-то. — Ну, что могу сказать. У каждого свои предпочтения. Кто-то фанатеет от камер, кто-то от каких-то других вещей. Ну, вот у тебя эта камера, микрофон, там, наверное, у тебя микрофонов-то уже целая куча. — У меня много микрофонов. Сергей, можно сказать, что август нас подвел, как обычно, и сложился тяжелым? — Можно. Ну, мы же видим то, что именно в августе пошло ускорение и снижение курса рубля. И в следующем году опять... Ну, это, в принципе, каждый год в СМИ вот эта вот тема поднимается. То, что август традиционно плохой месяц для России. И я вот не помню, был какой-то год, когда ничего особо плохого там не случалось. Но, тем не менее, на фантомных болях рынок российский просел. И даже курс рубля там в моменте припал. Конечно, не так, не такими темпами бодрыми, как в этом году. Но, тем не менее. Ну, это уже вот как-то так. А основа была, наверное, положена как раз в 1998 году. И вот все вспоминают тот кризис. И постят там заявление Ельцина о том, что... Вот. И все такое прочее. — Но он был уверен, что не будет. Ему так сказали, он и сказал. — Я не знаю, уверен был он был или не уверен был. Но немчик получился в будущем неплохой. Неплохой. Сереж, спасибо большое. Оставайся, пожалуйста, на линии. Я сейчас, пусть зай кадром тебе расскажу, в чем ты был неправ. Окей? — Хорошо. — Это была шутка, на самом деле. Я просто договорюсь с Сергеем, когда он приедет ко мне, и мы сделаем стримчик. Хороший, качественный стримчик. Да, Сереж? — Постараюсь. — На твоем джипе. А то я пошаскал кроссовера, а Сережа обиделся. На джипе, на джипе.